МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переселенец поменял южные фрукты на сибирских поросят. О событиях, явлениях, а главное о людях, точнее, в ближайшие полчаса. В студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Зебры исчезают с наших улиц, там, где они особо опасны. Но тюменцы, которые привыкли к этим переходам, идут на риск, причем осознанно убедилась сегодня Людмила Чапурных, и статистика пешеходов не пугает. Каждый день 5-6 человек сбивают только на переходах. Опасный бег на короткие дистанции в нашем сюжете. В интернете сотни роликов с подобными авариями. Чтобы таких ДТП стало меньше, недостаточно только наказывать водителей. Что-то нужно делать и с самими зебрами. Нерегулируемые пешеходные переходы в ГИБДД называют потенциально опасными и считают, что пришло время их убирать. Особенно на дорогах, где для движения 3 и более полос. Зачастую очень большое скопление пешеходных переходов на небольших участках дорог ведет к тому, что водители на каких-то пешеходных переходах попросту не пропускают пешеходов. Соответственно, пешеходы у нас, получается, переходят дорогу непосредственной опасности для себя. Так, в этом году исчезнут 12 переходов. В первую очередь их уберут с центральных улиц Тюмени, возле технопарка, Макдональдса и магазина «Океан». Еще один аргумент за их исчезновение – борьба с пробками. Автомобилистам приходится останавливаться каждую минуту и ждать, пока люди перейдут на другую сторону улицы. Но многие водители считают, что зебра не такой уж и стопор для движения. Так а как людям переходить? Я же не все время на машине. Пешеходам предлагают свою альтернативу. Переход надо здесь. Надземный, подземный. Переход надо. Или светофор тогда. Светофор лучше. А то народ весь идет, идет и без конца идем. Водителям плохо. А нам хорошо. Нет, не надо убирать. Потому что тут близко магазины. Магазин близко. Переход там далеко. Идти туда. Значит, будут ходить под машиной. Забеги на короткую дистанцию уже устраивают возле сквера Немцова, где убрали переход. Отсутствие зебры не отучило пешеходов от привычного маршрута. Страшно. Ну, далеко идти просто. Не хватит оброга. Ну, собьют туда дорога. Да и дети сделайте переезд. Просит вернуть переход и водители. Говорят, его отсутствие увеличило и проходимость машин, и возможность сбить человека. Потому что они бегают. Сейчас за них сидеть походят. Но решение уже принято. Знаки пешеходного перехода уберут в ближайшее время. А вот снизится ли статистика жертв на дороге под вопросом. Ведь, как показывает время, народная тропа через дорогу, пусть и с риском для жизни, не зарастает. Людмила Чапурных, Александр Изосимов. Сибанхромбюро. Тема нерегулируемых перекрестков уже не раз поднималась. Они должны исчезнуть с улиц Тюмени. Такое решение предложил губернатор области Владимир Якушев. В часы пик эти перекрестки способствуют образованию пробок, если рядом находится регулируемый переход со светофором. Однако главная причина – это повышенная аварийность. Там, во-первых, очень часто возникают ситуации, когда две машины двигаются по параллельным полосам, и водитель, который заезжает за машиной, которая стоит вот так вот слева, он не видит, что здесь двигается пешеход. И очень часто возникают такие ситуации. Либо пешеходы действительно цепляют, либо это критично происходит. Приходится резко тормозить, уворачивать, отворачивать и так далее. О важных событиях коротко в обзоре. Тюмень вовсю готовится и к армейскому призыву, и к биатлону. Сейчас узнаем подробности. В четверг губернатор Владимир Якушев провел заседание антитеррористической комиссии. В первую очередь на нем говорили об иностранцах-нелегалах. Только за прошлый год выявлено почти 18 тысяч случаев незаконного их пребывания на территории области. Вместе с тем на заседании отметили, что в регионе довольно остро стоит вопрос нехватки рабочей силы. Согласно утвержденным квотам, на 2012 год 28 тысяч человек работали в Тюменской области легально. По итогам заседания Владимир Якушев дал поручение изучить возможность организации в селе Казанское межведомственного пункта пропуска. Стоит отметить, что большинство мигрантов попадает к нам именно через границу с Казахстаном. 1 апреля в России начинается призыв на военную службу. Тюменским юношам, оказывается, не хватает здоровья. Осенью годными оказались 76%. Это довольно много. Но военных беспокоит тот факт, что у 18 из 100 призывников были выявлены психические расстройства. Я думаю, что мы это уже обсуждали не раз. Это должна быть плавная системная работа, это должна быть диспансеризация, это должны быть обследования, это должно быть лечение. И не в дни призывной комиссии, и не в дни, когда мы осуществляем первоначальную постановку на учет, а плановая системная работа. Говорили о подготовке к военной службе. Сергей Сарычев заявил, что сейчас качество обучения в ДОСААФС оставляет желать лучшего. Этот вопрос требует тщательной проработки. Тюмень. В выходные станет столицей биатлона. В «Жемчужине Сибири» пройдут соревнования на приз губернатора Тюменской области. Наш регион представляют 35 спортсменов, в том числе Иван Черезов, Евгений Гараничев, Анастасия Загоруйко и Марина Коровина. Особенность трассы. Здесь достаточно большой перепад высот, много подъемов. И трасса, конечно, подготовлена идеально. Широкая. Из звезд шведы Бьерн Ферри Карл Юхан Бергман и славянцы Яков Фак и Те Грегорин. В дни гонок будут курсировать автобусы с 10 до 10.30 утра от спорткомплекса «Центральный». Стоимость проезда 100 рублей. Цена билета на сами соревнования 100-150 рублей в зависимости от трибуны. Дети до 10 лет, инвалиды и пенсионеры пройдут бесплатно. Депутаты разных уровней сейчас обсуждают поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они предлагают ужесточить штрафы для хозяев за неправильный выгул собак. Мы спросили у тюменцев, что считать с нарушением и за что наказывать. За то, что это самое... не смотрят за собаками, отпускают без намордников. Вот это самое опасное. Это правильно, штрафы. Нельзя выгуливать собак на детских площадках, потому что для этого должны быть специально отведенные места. Я считаю, что их не нужно вообще штрафовать, лучше сделать места, где можно выгуливать собак. Надо всегда, чтобы были специальные места для выгула. Всегда, чтобы было в намордниках, что у собаки есть собаки. Если собака будет в течение дня дома, а у соседей маленький ребенок, ну и другие пожилые люди как бы возмущаются, то за это тоже надо штрафовать. У меня есть собака, поэтому я считаю, что в общественные места ходить можно, но не, например, в рестораны или в кафе. За то, чтобы убирали за собаками то, что остается. И сейчас как раз о том, что остается после собак. Весна у нас не красна, она и цвет имеет не самый приятный и запах. Но есть образцовые дворы. Именно дворы, а не минные поля. Ирина Канева нашла такой. Каждая мама подтвердит. С первыми теплыми деньками и с ходом снега любая прогулка с ребенком на улице чревато наткнуться на неожиданность. А потом возьмите и везде как в каске. Этот двор – редкое исключение. Убирать за собой, а вернее за своими питомцами, приучены все – и стар, и млад. У меня с детства была собака. Муж у меня хотел лабрадора. И как-то неожиданно мы нашли лабрадора, подходящего в Тюмени. И решили его взять. Но сразу же возникло условие, что мы обязательно будем за ним убирать, иначе у нас просто не будет собаки. Потому что ходить и смотреть на все эти какашки, лежащие, противненько. Известны случаи, когда люди не выдерживают и срываются на тех, кто оставляет следы. Как на этом видео. Вначале девушка пытается уговорить владельца собаки убрать за животным. А когда тот не соглашается, она сама собирает фекалий, но с одной лишь целью. Владельца годовала Еву можно считать за старшего на этой площадке. С собой у Юрия всегда специальный собак и упаковка. Как для себя, так и для соседей. Для него это давно вошло в привычку, ведь собак держал всегда. И за грязняющими дворами людьми он не ругается. Я предлагаю пакетик. Зачем человеку ругаться? Предложил пакетик. Взяли, убрали, не взяли. Ну, это уж такое воспитание, значит, такая культура поведения. Между тем, за такую бескультурную манеру поведения и выгул собак в неположенном месте предусмотрены довольно внушительные штрафы. От 500 рублей до 2000. Но под наказание попадают лишь единицы. Составить протокол квартальный может только в сопровождении участкового. Да и состав преступления доказать тяжело. Когда выходит гражданин со своей собачкой, у него отсутствует паспорт. А самое страшное и главное, что собака не имеет паспорт, не имеет чипа, по которой можно было сегодня определить, кому она принадлежит и принять соответствующие меры административного взыскания. А Юрий Филиппов и его соседи и вовсе могут избежать наказания за свою порядочность. Ну, если в шаговой доступности нет собачьих площадок, и они сами берут за собой, разумеется, их административной ответственности привлекать никто не будет. Потому что надо учитывать, что у нас их все-таки очень мало в собачьих площадок. А гулять где-то все равно надо с животными. Причем гулять так, чтобы самим не вляпаться. Ирина Канева, Евгений Доценко, Сибинформбюро. Ну вот как мы в сюжете увидели, за выгулом собак, кроме неравнодушных соседей, следят квартальные. Но они в каждый двор с фотоаппаратом по сигналу не смогут прийти. Много ли звонков поступает в управу Восточного округа и как на них реагируют, спросим у ее руководителя Владислава Черкашина. Здравствуйте, Владислав Григорьевич. Здравствуйте. Звонят вам гневные жители? Очень часто, особенно весной. Как вы реагируете? Вы отправляете квартальных? Максимально стараемся реагировать. Единственное, что квартальные мало эффекта. Это все-таки стараемся совместно с правоохранительными, с милицией совместные рейды осуществлять. Не реагируют они на квартальные? Не реагируют хозяева на квартальных, получается? Кто-то проходит мимо, кто-то еще и собачку может спустить. Поэтому, конечно, правоохранительные органы, работник, это обязательные условия для составления штрафа по собакам. А вот что касается площадок для выгула. У нас по городу их сегодня 55. Сколько у вас и насколько эффективно ими пользуются сами хозяева собак? Было 9 на конец прошлого года. Одна у нас идет под строительство развязку по улице Монтажников. 8 остается. Процентов 10-15 пользуются. Остальные 80% гуляют, где хотят. Но ведь получается, что площадка нам все равно не спасает. Собаку не заставишь дойти до определенного количества метров до этой площадки. Вот условия такое есть трудновыполнимое, на мой взгляд. 40 метров от жилых построек должна быть площадка. Оно всегда соблюдено? И звонят ли жильцы насчет запахов? Обращаться в управу, конечно же, надо. Либо это ответственные мы, либо ТСЖ, управляющая компания, которая содержит прилегающую территорию. А есть какие-то нормы прописаны, что сколько-то раз в месяц? На сегодняшний день отдельно нормативного акта у нас не прописано по собачьим площадкам. Если это общая территория, территория общего пользования, мы применяем нормы содержания газонов. В планах, я посмотрела на это лето, есть все округа, кроме Восточного, по строительству новых площадок. Не планируется у вас, да, Восточного? Планируем отремонтировать две, построить новые. На сегодняшний день нет земельных участков. У нас настолько все плотно, и жители лучше меня это знают, каких там 40 метров. То есть получается точечная застройка, и при планировании даже не как детскую площадку, там можно еще, да, парковку. Да. К сожалению, при застройке у нас собачьих площадок не прибавляется. Проблема в том, что нормативный акт администрации города предусматривает собачью площадку при комплексной застройке. Это микрорайон, квартал, а у нас, как правило, застраивается частями микрорайона. То есть два-три дома, один застройщик, и, соответственно, рядом еще какие-то застройщики. И получается, что вроде как собачьи площадки пропадают. Ну вот очень отрадно, что в сюжете корреспондент у нас показал, что есть такие люди, в сознании уже что-то меняется, что все-таки убирают некоторые хозяева за своими собаками. Вы тоже согласны, что это все-таки зона ответственности самих владельцев здесь штрафами и строительством все новых и новых площадок никак не решить эту проблему? Я считаю, что надо принять нормальное законодательство, которое действует в той же Германии, в Швеции. Они немножко разнятся, но принцип один и тот же. Там люди, которые содержат домашние животные, являются ответственными лицами, они должны платить налоги, они должны в обязательном порядке делать, в данном случае в Германии, делать чипы, ставить чипы на своих собак. Это связано и с утерей этих собачек и еще какие-то различные ситуации. То есть собачка должна обязательно пройти ветеринарную проверку, должна иметь жетон по уплате налога за, так сказать, содержание домашних животных. Кроме того, очень четко регламентировано, ни один человек не может поселить собаку, если соседи будут против. Если ты арендуешь жилую площадь, то арендатор тоже если не даст. В отсутствии воют собаки очень часто. По вою делают операции особо громким собакам, если соседи делают какие-то замечания, что не дает ночное время. Ну это действительно такое светлое, но кажется далекое будущее. То есть вы знаете, на самом деле, на мой взгляд, все очень просто. Надо взять закон Германии и принять на федеральном уровне один уровень. Но это федеральный как раз таки уровень, да? Да, к сожалению, это предмет правового регулирования федерального уровня. То есть федерация устанавливает общие правила, а мы уже на уровне субъектов имеем право их развивать. Делать какие-то уточнения и нюансы. У нас пока только административный штраф на нашем уровне. Да, и к сожалению, без милиции они вообще не работают. И с милицией тоже каждый третий или четвертый, потому что они все ходят с паспортами, старают убежать. Что такое убежать, я имею в виду, что такое взять, оформить протокол, необходим документы. В общем, остается только надеяться на принятие федерального закона и, естественно, сознательность наших граждан тюменцев. Да, вы знаете, самое главное, на мой взгляд, это изменить федеральный закон. Других вариантов у нас нет, иначе мы будем каждый год мучиться и все на том же уровне. Спасибо большое, что нашли время для нас. Я желаю вам удачи. Приходите к нам еще. До свидания. Спасибо. Напомню о правильном и не очень выгуле собак. Мы беседовали с руководителем у право-восточного округа Тюмени Владиславом Черкашиным. И к другим темам. Компания «Альянс Мотор Тюмень» строит новый официальный центр «Тойота». В четверг в дилерской автодеревне на улице Федюницкого установили первую металлоконструкцию. Центр возведут по новым стандартам, принятым компанией «Тойота» в этом году. В тюменском шоуруме появится весь модельный ряд автомобилей, представленных на российском рынке. Мы уже являемся официальным дилерами «Лексус» в Тюмени с 2010 года. Ну и само собой как бы напрашивалось, чтобы «Тойота» полный спектр услуг для наших клиентов. Центр «Тойота Тюмень-Юг» предоставит областной столице около 200 рабочих мест, начиная от механиков и электриков и заканчивая руководителями структурных подразделений. Открытие нового дилерского центра намечено на конец этого года. Смотрите во второй части «Как посеешь». Аграрии готовятся выйти в поле, им помощь, скидки и субсидии. Первый парень на деревне, переселенец из Азербайджана, поменял солнечный край на сибирских поросят. Это точнее, спасибо, что вы с нами. Когда уже растает снег? Этот вопрос в первую очередь волнует аграрии в Тюменской области. Весна поздняя, медлить нельзя. Как только позволит погода, фермеры планируют приступить к весеннеполевым работам. Сначала почву подготовят, ее обработают минеральными удобрениями, а после будут баранить. После того, как подойдет пашня, будет физической спелости, что можно будет на нее заехать и делать прибивку влаги, сразу же начинаем баранивание первой след, потом сразу же во второй. Сама посевная начнется в начале мая. Точную дату назвать никто не берется, но это будет примерно после 9-го числа. В планах аграрии засеять более миллиона ста тысяч гектаров. Большая часть пойдет под корма, в частности, под рапс. Ну а телегу, а точнее технику к посевной аграрии готовят осенью и зимой. Все подготовительные работы сейчас выполнены уже на 99%. Считая каждую копеечку, фермеры и дизельным топливом запаслись. В закрома заглянула Карина Закирьянова. Покупка на 700 тысяч рублей трактор «Беларусь». В Тюменском учхозе ежегодно обновляют автопарк перед весеннеполевыми работами. Давно доказана, одна техническая новинка заменит три старых агрегата. Аграрная наука давно уже идет бок о бок с экономикой. Стимулирующая оплата труда, когда он за один день может сделать столько, сколько раньше делал, за два, за три дня. Но заработать те же самые деньги, поэтому у него будет больше свободного времени. Экономика должна быть экономной, потому в учхозе семена подготовили еще в октябре. Запаслись минеральными удобрениями и дизтопливом. Последнего здесь хватит даже на сенокоз. К посевной в учхозе готово шесть комбайнов. Почти все они разных марок. Хотя в большинстве хозяйств области стараются закупать одной марки, чтобы экономить на запчастях. Но здесь в учхозе работают студенты, а им нужно осваивать разные машины. Один в поле не воин, потому на помощь аграриям спешат и бизнесмены. В этом дилерском центре закупили запчасти для сельхозтехники в большом объеме. Так что в случае необходимости ждать не придется никому. Мы располагаем шестью выездными сервисными автомобилями для того, чтобы мобильно восстановить трактор, отремонтировать трактор, провести сервис на обслуживание непосредственно у сельхозтоваропроизводителя. Это дает сельхозтоваропроизводителю минимизировать простые техники в поле. Сейчас тюменским аграриям для посевной необходимо 3 миллиарда 737 миллионов рублей. Деньги нужны на минеральные удобрения, семена, горюче-смазочные материалы и химзащиту для растений. Без помощи со стороны государства тоже не обойдется. Общий объем государственной поддержки будет составлять 1 миллиард 200 миллионов рублей. И 470 миллионов рублей выделяют предприятия переработки. Кредитуют сельхозтоваропроизводители на условиях последующего расчета не раньше 1 июля 2013 года. Расходы большие, но купиться должны. Лишь бы тратили с умом, добыл результат. На областные субсидии надейся, но сам не плашай. Герой нашего следующего сюжета одним из первых построил на селе мини-ферму без всякой финансовой поддержки. Он бы мог сейчас южные фрукты кушать, но выбрал поросят. Лариса Соловьева все уточнит. Имена с южным акцентом то ли белка, то ли белка и бык Боров. Неточности ему можно простить. Я вообще-то приехал в 1998 году сюда, сам-то из Соловьева, края Азербайджана. Приехал сюда, сначала в разъездах, приезжал, собирал овощи, возил по северам. А потом, что бегать туда-сюда, купить дом и стать местным жителем и заниматься одним делом. Сельским хозяйством, скотоводством Салман начал заниматься пять лет назад. С двух поросят развел сто голов. Коровы, свиньи, овцы. Если уж жить в деревне, то по-деревенски. Продолжает он экскурсию по своим владениям. Здесь все дело его рук в прямом смысле слова. Проект мини-фермы он запустил у себя на участке еще до появления одноименной программы. И местные сначала не верили, что построенная из того, что было под руками ферма, перезимует. А она назло всем стоит. Мы сами построили наши мини-фермы, видите, мой проект. Это хряк, как говорится. Ну, производители ходят. У меня один по деревне ходит, один-два. Один-два здесь. Это занятие пришлось Салману по душе. Выйдешь с ними, поговоришь или подашь сцену, или там комбикорма, уходишь с ними. Ну, как-то время проходит незаметно. И, знаешь, успокаиваешься. Ну, надежда на завтра, что лучше будет. Да и не заскучаешь с такой веселой и голосистой семейкой. Есть у фермера планы расширять подворье. Рядом с готовой фермой есть еще место. Можно строиться. А где сто голов, там и двести. Было бы желание работать. Ну, в деревне можно жить. Хозяйство сколько надо поднимать. Лариса Соловьева, Максим Плюхин, СИП-информбюро. Этой весной цветы распустятся везде. Даже на керамической плитке. Дизайнеры решили в этом сезоне в тренде цветотерапия. Так что, если вы планируете делать ремонт, обратите внимание на новинки. Модную облицовку уже оценила Ирина Кистерева. Весной хочется яркого настроения. Создать его в вашем доме поможет магазин «Строй Арсенал». Здесь вы найдете интересные цветовые решения для вашей квартиры, а также качественный облицовочный материал. Гипермаркет «Строй Арсенал» представляет большой ассортимент напольной и стеновой плитки. Также вы можете найти в нашем магазине более 70 коллекций, начиная от пастельных тонов и заканчивая яркими оттенками. От римской классики с монументальным колизеем до греческих мотивов. Сочные оливки отлично приживутся на кухне у хорошей хозяйки. Плюс керамической плитки в прочности, экологичности и безопасности. Также в нашем магазине представлена смальта, которая идеально подходит для ванных комнат и кухни. Яркие расцветки прекрасно поднимут ваше настроение. Покрытие морозостойкое, влагонепроницаемое и жаропрочное. Стеклянная мозаика – отличное решение для помещений с повышенной влажностью. А яркое цветное панно придаст изюминку вашему интерьеру. «Стройарсенал» предлагает фасадный камень, который идеально подходит не только для фасада, но и для внутренней отделки. Сегодня это новая тенденция, которая пользуется наиболее большим спросом у тюменцев. Натуральные оттенки придадут стиль и роскошь вашему дому. Материал защитит от дождя, снега и перепадов температур. Сделать покупку очень легко. Товар вы можете заказать на сайте superstroy.ru. А магазин «Стройарсенал» организует доставку прямо до вашего дома. Ирина Кистерева, Владимир Кондратьев, Сибинформбюро.